Вот этот планшетик с такой специальным мольбертиком, подставочкой, которая ставилась или на стулье, или на стол, за ним Леонид Медлович работал. Рабочее место, мольберт, небрежно открытые краски и остро заточенные карандаши. Здесь и сегодня всё как при жизни мастера. Сколько гениальных идей родилось за этим столом, никто считать уже не берётся. Десятки, сотни, а ведь тогда работать приходилось на бумаге. Это очень интересный век современных технологий, когда всё делается на компьютере одним нажатием. Понимать, что архитектура всё-таки очень важна. Это идея, мастерство тех, кто создаёт город и кто думает о городе. Поэтому не важно, на чём ты работаешь, важно, что ты несёшь в своих архитектурных мыслях. На рассвете, пока все спали, Левин слушал дыхание города. Душу Минска, его мысли и переживания переносил на холст. Например, вот эта работа интересна тем, что показано даже вот как была разрушена штукатурка на фасадах. Тоже всё, ничто не ушло от взгляда архитектора. Все трубы, все, даже деревья, они тоже становятся частью истории. Минск в 80-х совсем другой. Многих зданий ещё нет и в проекте. Другие не дожили до наших дней. История города глазами признанного градостроителя в десяти уникальных фото. Тут Левин предстоит не только архитектором, монументалистом, а еще и мастаком, нетиповым у те советские часы, мастаком-урбанистом. Леонида Левина можно назвать соправданным костюмером города, Минск светлый и уютный. Таким знают его и старожилы, и молодёжь. Всё потому, что даже краски легко подчинялись руке мастера. Это назывался альбом колеров «Рекомендации по технологии выбора эталонов». Вот делались такие эталоны. Потом выкраски на фасадах. Архитектор приходил, смотрел. Историческая анимига, проекты зданий белорусского МИДа, станции метро, монумент Победы. Это всё дело рук мастера. Знаменитый красный костёл отстоял Левин. Правда, спасти в городе удавалось не всё. Здесь, на берегу Свислочи, когда-то стояла Минская бисквитная фабрика. Левин принялся за её реконструкцию. Архитектор хотел превратить заброшенное здание в культурный центр. Были готовы планы, выделен бюджет и даже начались работы. Однако задуманному не суждено было сбыться. Здание снесли, а на его месте установили памятник Пушкину. Фундамент фабрики давно зарос травой. А идея о реконструкции так и осталась жить в макетах. У нас сохранились и фотофиксации, и обмеры. Поэтому всегда есть надежда на то, что мы можем этот участок земли, который сейчас просто выглядит газоном с цветниками, показать, что Минск был очень многоплановый. Леонид Левин любил повторять. Каждый год прожитый городом – это его золотые страницы. Остаётся верить. Следующую, 952-ю страницу мы перевернём, понимая, что Минск – это произведение искусства. Елизавета Кочуренко, Владимир Слиш. Наши новости. ОНТ.